В эфире национальной вещательной компании САХА «Квадратный метр». Программа не только о строительстве. Меня зовут Александр Лысак. Здравствуйте. И сегодня гость нашей студии – начальник отдела по реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья Минстроя Республики Михаил Костенко. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Первый вопрос, наверное, коснется в общем строительного комплекса Республики. Масштабная цель – 600 тысяч квадратных метров жилья нужно ввести. Большая часть от этого объема – это многоквартирные дома. И понятно, что с введением таких больших объемов появляются вопросы к качеству строительства. Минстроя Республики как отслеживать качественное выполнение работы? Но качественное выполнение работ отслеживается следующим образом. В частности, по программе переселения, которой я занимаюсь, год назад на Минстроем создана комиссия по контролю качества. На домах, введенных по реализации программы переселения, ввешиваются таблички с указанием контактных телефонов, контактных телефонов администрации, контактных телефонов наших Минстроя, телефонов фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Если к нам поступают обращения, а таких обращений на сегодня за год поступило уже более 40, мы их отрабатываем. Часть из них стоит на контроле в фонде реформирования ЖКХ. Мы отрабатываем с застройщиками, с муниципальными образованиями. И в основном, надо сказать, что большую часть уже сняли обращения. В этом направлении в Минстроем ведется активная работа. К нам поступило обращение, не в Минстроя, а к нам в редакцию поступило обращение от жителей Ленина 62. И там у людей тоже проблемы как раз-таки с введенным новым домом. Предлагаю посмотреть материал. Давайте. Мы, жильцы многоквартирного жилого дома по проспекту Ленина 62, с момента ввода дома в эксплуатацию, живем без нормального отопления и горячей воды. И никто, повторяемся, никто не может нам дать внятного ответа. Когда, наконец, уже это издевательство закончится? Это цитата из открытого письма жителей 16-этажной новостройки в Якутске. Послание не шутка. В управляющей компании обслуживающий дом говорят, что проблема тянется еще с прошлого года и с наступлением морозов она обострится. Жителям верхних этажей при любом раскладе повезет, да, все-таки отопление идет сверху вниз. Ну, так, судя по опыту прошлого года, как раз где-то с середины дома и вниз будут у людей проблемы. Ну, и, соответственно, с водой будут проблемы на верхних этажах, потому что горячая вода идет как раз снизу вверх. Оказалось, что дом сдали на год позже запланированного срока. А первый неприятный сюрприз ждал жильцов в подъездах. Изначально показанные дизайнерские проекты с керамогранитом в фойе и импортными лифтами оказались обычной рекламой. И это еще не все. Столкнулись с проблемами и маленькие жители Ленина-62. Игровая площадка мало того, что упирается в обычный металлический забор, так еще и не соответствует нормативам. Исходя из количества квартир, она должна быть минимум в полтора раза больше. Но это только полбеды. Делаем всего пару шагов, и за здоровье ребенка становится по-настоящему страшно. Сосед игровой зоны – трансформаторная будка. Проблем масса, но жители готовы мириться и с маленькой игровой площадкой, и с неправильно установленной санточкой, и несоответствием проекта. Больше всего людей волнует тепло в квартирах и горячее водоснабжение. Жильцы и управляющая компания настаивают на внедрении двухконтурной системы отопления. Она подразумевает установку теплообменников в каждом подъезде. Особенностью отопительной системы является то, что она состоит из двух магистралей трубопровода. Один используется для транспортировки нагретого в котле теплоносителя непосредственно к источникам отопления – радиатором. А второй необходим для оттока уже остывшей жидкости, которая отдала тепло. Застройщик – домостроительный комбинат. В предприятии не считают, что работа выполнена некачественно. Все инженерные сети и коммуникации выполнены застройщиком в соответствии с проектом. Несмотря на все затраты ДСК по переоснастке оборудования котельных, выяснилось, что МУП «Теплоэнергия» не в состоянии обеспечить жильцов ни теплом, ни горячей водой. В ресурсной организации придерживаются совсем иного мнения. По этому поводу в мае было совещание. Застройщик дома по проспекту Ленина, 62, коим является ПАО ДСК, обещали до начала ввода дома ввести теплообменники. Но до сих пор их нет. И, насколько я знаю, ПАО ДСК ближе к декабрю должны приобрести и установить теплообменники. Яркий пример кабинетного футбола. Простые якутяне не только покупали жилплощади в доме на Ленина, 62. Несколько квартир получили участники программы застройки территории жителям аварийных домов. В их числе и семья Десяткиных. У нас получается, как студия, кухня не отдельная, комнаты тоже отдельной нет. Многие делают перегородки. Ну так, в принципе, хорошо. И сравнить с тем, что было. Интервью было записано еще летом. К сожалению, если недочеты не устранят, то семья Десяткиных, скорее всего, поменяет мнение о долгожданном переселении. Как это сделали другие жильцы. Ну вот такой материал. Вот вы что посоветуете жильцам? Может, что им нужно делать? Может, куда-то им обратиться? Ну, значит, насколько я понял с сюжета, наверное, скорее всего, чисто техническая проблема. Нужно проверить показатели по давлению и по температуре, значит, которые выдают саму теплоэнергии. Если они соответствуют тем показателям, которые были выданы в момент выдачи технических условий на проектирование, то далее вопросы возникают к ДСК. Жителям я посоветую обратиться, ну, во-первых, жилнадзор, для того, чтобы жилнадзор произвел замеры и установил причину. Значит, и далее, если это все-таки выявится, что это недостатки ДСК, то собственники жилых квартир могут обращаться в судебные инстанции, так как гарантийный срок эксплуатации 5 лет. Ну, и поговорим о других темах. Как раз-таки о переселении из ветхого и аварийного жилья. Цель в 2016 году 124 тысячи квадратных метров нужно снести, расселить, ликвидировать. Как идет выполнение программы? Многие муниципальные образования прилагают большие усилия к исполнению программы. Есть, конечно, проблемы. Дело в том, что реализаторами программы у нас является муниципальное образование, каждый на своей территории. Есть те, кто уже закончил программу, есть те, кто идет к завершению, есть те, кто по отдельным моментам производит срыв исполнения программы. Поэтому в целом, значит, мы думаем, что общими усилиями мы этот показатель выполним. А вот вы сказали, некоторые муниципальные образования срывают сроки. Что грозит муниципальным образованием? Муниципальным образованием предусмотрена приостановка финансирования и в случае неисполнения обязательств в течение определенных сроков, то штрафные санкции. Достаточно серьезные санкции. Они рассчитываются из расчета 5 тысяч за одно жилое помещение за каждый день. Понятно, что программа не ограничивается только, например, Якутском или другими крупными городами республики. Активно, я насколько знаю, строят и в отдаленных районах. У нас есть материал из Зырянки. Предлагаю посмотреть. В Зырянке Верхнеколымского района завершают строительство 44-квартирного дома. К Новому году в новостройку переедут жители семи аварийных деревяшек, попавших в программу переселения. В населенном пункте уже успели построить несколько новых трехэтажек. Отметим, что более половины домов поселки признаны аварийными. В данный период в поселке Зырянка признаны еще 66 аварийных домов. И на данный период отрабатываем с независимой экспертизой еще 25 домов. В руководстве муниципального образования подчеркивают, что план по переселению будет выполнен в 2017 году. В 2015 году мы сдали один 44-квартирный дом. Сейчас, в 2016 году, мы сдаем второй 44-квартирный дом. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой. Дом уже подсоединен к системе отопления. Готовятся технические паспорта квартир. Все-таки, несмотря на то, что, как говорят, в Зырянке появился целый микрорайон, все равно, я так понимаю, есть определенные сложности со строительством как раз-таки в отдаленных районах. Зырянка у нас на сегодня числится в хронически отстающих. Несмотря на то, что там идет очень хорошее строительство, почему она числится в отстающих? Потому что сроки реализации нашей программы не учитывают нашу географию, наши климатические, транспортные, логистические особенности. Поэтому Зырянка сдает дома по своему плану, по контрактам заключенным, но с систематическим опаздыванием на год. То есть вот этот дом, по нашим графикам, должен был быть сдан к 31 декабря. И только на следующий дом, который будет сдаваться в 2017 году, Зырянка выходит из отставания, входит в график. Но я опять же повторюсь, что это условия программы, которая составлялась, планировалась в центре Российской Федерации. И без учета нашей условий. И без учета абсолютно транспортной схемы. Поэтому у Зырянки это просто не могло не получиться. Возможно, по крайней мере я надеюсь, что условия Якутии могут быть примут в следующей программе, по программе переселения из аварийного жилфонда. Потому что, как известно, заканчивается она в сентябре 2017-го. И, наверное, Министерство Республики уже ведет какую-то подготовительную работу. О том, что нужно ее продлевать. И глава Республики Егор Борисов не раз говорил, что мы надеемся, что программа будет продолжена. Вы знаете, у нас действительно несколько моментов, которые мы неоднократно повторяем перед руководством фонда реформирования ЖКХ, перед Министерством строительства, о том, что сроки реализации программы этапности, они не учитывают наши географические и климатические особенности. Это один момент. Второй момент. Все-таки стоимость строительства одного квадратного метра нового жилья, она не должна приравниться к стоимости строительства того же квадратного метра жилья в центральной части региона. Это те вопросы, которые мы постоянно задаем. Но в то же время мы готовимся к реализации новой программы. Данная программа у нас завершается к 1 сентября 2017 года. Потом пойдет, значит, месяц-три месяца отчетности по реализации программы. И мы полагаем, что правительством Российской Федерации будет принята новая программа, которая начнется с 2018 года. Об этом в своих выступлениях заявляли и представители правительства Российской Федерации, и президент Российской Федерации. Сейчас Минстроем России ведется подготовка. И в частности мы составляем реестр ветхих и аварийных, извиняюсь, аварийных домов по нашей республике. Вот эта программа по переселению из ветхого и аварийного жилья – это же наиболее эффективный инструмент по улучшению жилищных условий? Программа не направлена на улучшение жилищных условий. Она не представляет жителям более большие квартиры по составу семьи и так далее. Она направлена на ликвидацию аварийного жилья, на угрозу жизни. Вот с этим, конечно, да. Но в этом плане можно сказать, что это какие-то улучшения. Михаил Анатольевич, спасибо, что пришли в нашу студию. На этом у нас все. Вы смотрели программу «Квадратный метр». Всего доброго и до встречи.